сейчас у нас трансляция на фейсбук да есть трансляция есть уже о слава богу слава богу доброе утро всем шава шалом спою вместе шаббат шалом шаббат шаббат шалом шаббат шаббат шалом шаббат шаббат иди сюда у меня сегодня гость у меня сегодня гость вот такой его зовут шуня очень необычно он котик но его имя шуни давай спадем шуни нет он ко мне еще не привык еще шаббат шалом шаббат шалом ладно гуляй шуни гуляй гуляй щас тебе орешков насыплю киса киса хорошая киса шаббат шалом шаббат шалом шаббат шаббат шалом шаббат 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 шалом шаббат 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 шалом Шуня, ты тоже шабастаешь со мной сегодня, да? Киса, хороший, Шуня, хороший, 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 вот такой, он такой, он ко мне потихонечку привыкает. Даже ночью сегодня ко мне приходил, да? Молодец, хороший котиш, хороший киса, киса, да, маленький, хорошенький. Это Шуня, его зовут Шуня, он приехал в гости сегодня, не, вчера еще приехал, вечером, да. И мы уже с ним привыкли друг к другу, да, Шуня? Киса, киса, вот, благоставляю всех вас. Сегодня шаббат, сегодня у нас такая суббота, и сегодняшним днем, вот, да, Шуня, все дышащее дохвалит Господа. И ты тоже дышащая тварь, да? Творение Божье, хвалишь Господа. Вот, друзья, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа, благоставляю. И, знаете, вот, это время, которое, вот, ныне, эти дни вообще, обычно называются Christmas time в христианстве, да? Время, рождественское время, или предрождество, время перед Рождеством. Хотя, исторически, конечно, библейский Иисус родился, ну, раньше, намного, по-нашему, получается, в сентябре, и это за три, даже больше, чем три года, значит, до нашей эры, как бы, до официальной даты Его Рождества. Но, так вот, завелось уже, как бы, с древности в христианстве праздновать Его Рождество, вот, сейчас, 25 декабря, либо по-новому, либо по-старому стилю. Вот, но самое главное, что, действительно, хочу сказать, христиане разных конфессий, разных динаминаций, вот, празднуя Рождество, я думаю, как раз именно имеют такую возможность и имеют такую цель, я так полагаю, большинство празднующих, именно этому миру рассказать о родившемся Спасителе, об Иисусе Христе, и засвидетельствовать эту веру, что ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Я думаю, это, лишь это достойный повод, вот, именно, как раз говорить о Рождестве в эти дни, потому что, я подчеркиваю, что исторически это было намного раньше, чем это принято в христианстве считать. Я сам, как христианин, это прекрасно понимаю, сознаю, и в гостях, я бываю, проповедую и в католических костелах, и в лютеранских кирхах, и в разных протестантских, неопротестантских разных собраниях, неконфессиональных, конфессиональных, там, значит, межконфессиональных и прочее. И, как православный христианин, как священнослужитель, как реформатор, я, конечно, каждый раз, вот, в эти дни, зимний декабрь, январь, на стыке декабря-января, я обычно, как раз, и проповедуя в собраниях, я подчеркиваю эту мысль, что, знаете ли, сам Иисус Христос является, вот, нашим празднеством, нашей победой, он является нашим освобождением, и лишь благодаря крови Спасителя моего, Господа моего Иисуса Христа, я спасен, навеки спасен, все грехи мои прощены, прошлое, сегодняшнее, будущее, все, полностью, Бог простил меня во Христе Иисусе, я принял эту великую жертву Господнюю, жертву любви Божьей, и, знаете ли, это, на самом деле, ну, повод праздновать каждый день, фактически, каждый день ликовать, и проставлять великого Бога, потому что кровью Иисуса Христа, ранами Его святыми, я спасен, я исцелен, я освобожден, я благоставлен, обогащен, благоставлен всеми благоставениями небес во имя Иисуса Христа, именем Иисуса Христа, Его святой жертвой, Его святой кровью, и это великое, действительно, Божье чудо. А говоря о Рождестве Христа, потому что в эти дни, я подчеркиваю, что многие христиане говорят о Рождестве Христа, значит, и в нашей церкви тоже мы, в реформаторской православной церкви Христа Спасителя, мы тоже, конечно же, говорим о Рождестве Христа, в эти годы последние мы, большей частью, говорим об этом в сентябре месяце, во время библейских, собственно, календарных этих праздников, исторических, когда и родился Иисус, собственно, это праздник Трубного Зова, Йом Труа, да, Роша Шана, а также, значит, следующий, там, это Сукот, празднество Кущей, или, как вот у нас в православии именуется Покрова, праздник, праздник Божьего, только Покрова, конечно же, в библейском звучании, в смысле слова, не в таком, знаете ли, оступническом смысле слова, когда там Покрова Божьей Матери, там, или прочее, но, знаете ли, Покров умершего человека, даже самого уважаемого, каким являлась Матерь Иисуса Христа, ни в коем разе не является нашим Покровом, а нашим Покровом является сам Господь Бог Всемогущий, потому что живущий под Кровом Всевышнего, под Сенью Всемогущего покоится. И проповедую в разных собраниях, как вот межконфессиональный проповедник, такой межцерковный, и как православный реформатор, я подчеркиваю эту мысль, что действительно наша вера апостольская, вера христианская, она и заключается в этих словах, которые первые ученики исповедовали, что ни в ком он у меня нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым отлежало бы нам спастись. И что пред именем Иисуса Христа, вся Библия подчеркивает это, но Библия Нового Завета просто кричит нам об этом, вопиет ко всему человеческому роду, что пред именем Иисуса Христа всякое колено склонится небесных, земных и преисподних. Слава Богу Всемогущему, дорогие друзья! Благоставляю всех вас во имя Господне, сегодняшним вот днем Господнем, сегодняшним шаббатом радуюсь, веселюсь, благоставляю Бога, благодарю Бога Всемогущего за все, за все. Благоставляю всех вас, возлюбленные братья и сестры. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа, аминь. Аллилуйя! Слава Богу Всемогущему! Благоставляю всех вас! Сегодня попробую тоже выходить вечером, как получится, технически, не знаю еще. Я намереваюсь уже к следующей неделе, к следующему шаббату, подготовиться, значит, технически уже, вот, и выходить уже вновь регулярно на канале Ютуба, в прямом эфире быть. Благоставения Господня всех вам! Благоставляю всех, кто подключался, подключился, и благоставляю благословением священников, как говорится, паки и паки, снова и снова на библейском, на еврейском языке. Иисус Христа, аминь, 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 аминь. Вот снова Шуня пришел ко мне, мы с ним сегодня подружились, да, Шуня? Подружились? Или не очень еще? Облизывается, нервничает, ладно. Так что шаббат шалом, шалом всем, и от Шуни привет всем. Шуня, передай привет. Шалом, шалом, скажи, мяу, шалом. Вседышащий хвалит Господа. Аллилуйя! Так, ладно, Шуня, гуляй, гуляй, Шуня. Споем вместе? Шаббат шалом! Шаббат шалом, шаббат, 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 шалом. Шаббат шалом, шаббат, шалом, шаббат, 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 шалом. Да, благоставляю всех вас во имя Господня. Ну и еще раз, от Шуни привет. Красивый котик, да? Шалом, 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 скажи лапкой. Шалом, Шуня. Молодец, сейчас тебе орешков насыплю. Шаббат не трапеза твоя будет сегодня. Хорошая такая. Да, шалом.